Всем привет, ребят! Меня зовут Игорь Соченко и с вами снова сайт Соченко.biz. В сегодняшнем уроке по Cinema 4D мы опять поговорим о системе симуляции частиц X-Particles и в этом уроке своей помощью мы научимся создавать песок и какие-то другие сыпучие субстанции. Поговорим о корректной физике, о корректном рендеринге песка и в конце урока попробуем создать несколько сцен с использованием этой техники. Ну что, давайте для начала приступим и приступим мы к созданию симуляции. Давайте для начала создадим какую-то поверхность, на которую будет сыпаться наш объем песка. Создадим обычный plane, не будем изменять никакие настройки и зайдем в X-Particles и сразу создадим наш эмиттер. Давайте зайдем во вкладочку Object в настройках эмиттера и поставим Y-. Сразу повернем наш эмиттер, чтобы он испускал частицы вниз на нашу поверхность. Если мы нажмем на Play, то увидим, что вот наш стандартный поток частиц движется вниз, то есть эмиттер работает, все в порядке. Теперь давайте представим себе такую ситуацию, когда какой-то объем песка падает сверху вниз на какую-то поверхность. То есть, во-первых, мы сразу видим, что песок не движется равномерно, какие-то частицы падают дольше, какие-то частицы падают раньше. По краям этого песка мы будем видеть более какие-то мелкие частицы, так называемую пыль, которая будет видна, особенно хорошо видна в свету. И все это нам надо воссоздать с помощью X-Particles. Давайте начнем с настроек нашего эмиттера и для начала мы увеличим количество частиц, которые у нас рождаются в один фрейм. По умолчанию у нас стоит 1000 в пункте Birth Rate во вкладке Emission в настройках эмиттера. Ну, давайте поставим пока что 2500. И еще один такой момент. Опять же, если мы представим песок падающий откуда-то сверху, изначально он не имеет какой-то скорости, то есть движется он с ускорением только за счет воздействия силы гравитации. Поэтому скорость, начальную скорость наших частиц в пункте Speed мы выставляем на 0 и соответственно нам необходимо создать гравитационные силы. Поэтому мы опять заходим в X-Particles, воспользуемся модификаторами, заходим в пункт Modifiers и ищем здесь модификатор Gravity. Добавляем его в сцену. Никаких настроек здесь не изменяем. Гравитация в X-Particles почему-то считается в сантиметрах, но ставим значение по умолчанию. Пускай это будет 10 сантиметров. Давайте нажмем на Play, посмотрим, что у нас получилось. И да, мы видим, как наш песок начинает двигаться вниз под воздействием каких-то сил, то есть мы видим это ускорение, которое у нас происходит в начале. Ну что ж, давайте продолжим разбираться с настройками. И что нам еще необходимо сделать, это добавить, наверное, какие-то элементы случайности вот в эту симуляцию, чтобы она не выглядела так равномерно. Ну, во-первых, давайте опять перейдем в настройки эмиттера и в пункте Birth Rate воспользуемся пунктом Variation. Поставим Variation, например, где-то на 15%. То есть у нас в какой-то фрейм будет рождаться чуть меньше частиц, в какой-то фрейм будет рождаться частиц чуть больше, чтобы у нас была какая-то вариативность и частицы не выглядели так однородно. К тому же песок, наверное, не движется вот так вот ровно, таким ровным слоем, поскольку он проходит через воздушную среду, то есть, соответственно, воздух оказывает на него какое-то влияние. Поэтому давайте тоже воспользуемся еще одним из модификаторов, который называется Turbulence. Заходим опять в X-Particles Modifiers Turbulence и попробуем вот эту турбулентность добавить в сцену. Вот у нас наш модификатор добавился. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, в общем, мы видим пока такой относительно неплохой результат, но его можно подправить. В настройках Turbulence во вкладке Object у нас есть такой пункт как Noise Type, тип шума, по которому рассчитывается наша турбулентность. Давайте мы попробуем переключиться из режима Standard в режим, например, Wavy Turbulence и посмотрим, что из этого получится. Ну, как-то сейчас, мне кажется, это стало выглядеть более реалистично, более красиво, поэтому пока оставим такой вариант. И если мы сейчас посмотрим на нашу симуляцию, то мы увидим, что наш песок падает сквозь нашу поверхность. Этого, естественно, происходить не должно, поэтому давайте мы сообщим системе X-Particles, что вот с этой поверхностью наши частицы должны сталкиваться и отталкиваться от нее. Для этого щелкнем по нашей поверхности правой кнопкой в менеджере объектов и выберем X-Particles Tags. Здесь у нас есть такой тег Collider, который и означает, что эта поверхность будет твердым физическим телом для наших частиц. Самое главное, опять же, обращаю внимание, особенно новичков, не путайте Simulation Tags, которые отвечают за стандартную физику твердых и мягких тел в Cinema 4D, и тег Collider. Simulation Tags с X-Particles работать не будут, поэтому используем тег Collider именно из группы X-Particles Tags. Итак, тег Collider присвоен нашей плоскости. Давайте немножко увеличим нашу анимацию до 250 где-то фреймов. Растянем ее, чтобы она вся помещалась у нас на timeline, и нажмем еще раз на play, посмотрим, что у нас будет происходить. И да, мы теперь видим, что наши частицы уже не пролетают сквозь наш plane, они остаются на нем такой вот горкой, но тем не менее, выглядит это пока не очень реалистично. Соответственно, столкновение тоже нужно настроить. Поэтому переходим, щелкаем по нашему тегу Collider и видим внизу панель с его настройками. Что нас, собственно, здесь интересует? Интересуют нас три вот этих вот основных настройки, которые есть, наверное, у любого физического объекта в Cinema 4D. Это Bounce, Friction и Scatter. Первая Bounce отвечает за силу отталкивания частицы от поверхности, то есть, грубо говоря, другими словами, за силу ее подпрыгивания после столкновения. Friction – это трение, то есть, отвечает за погашение скорости частицы после столкновения. И Scatter – это угол отталкивания частицы от поверхности. Если мы сейчас нажмем на play, то увидим, что наши частицы отталкиваются от поверхности строго перпендикулярно. Нам это не нужно, поэтому мы можем в значение Scatter выставить где-то 20% и проверить, как это повлияет на нашу симуляцию. Да, теперь мы видим, что наш песок, наши частицы начали отталкиваться как-то более рандомно. Выглядит это немножко более реалистично. И, пожалуй, что нам еще остается сделать – это немножко повеличить трение. Давайте Friction мы выставим где-то на 35%. Посмотрим, что теперь получится. Ну, мне кажется, основной поток наших частиц мы настроили. Но если мы сейчас представим, что это и есть наш поток песка, то получится не очень реалистичная картинка, поскольку все наши частицы будут, во-первых, приблизительно одного и того же размера. Во-вторых, мы не увидим более вот этого вот столба, что ли, или облака более мелкой пыли, которая обычно окружает наши основные песчинки. Соответственно, нам его тоже надо добавить. И будем мы его добавлять с помощью еще одного модификатора из группы X-Particles Modifiers. И этот модификатор называется Spawn. Давайте добавим его тоже в сцену. Сразу расскажу вкратце, что этот модификатор делает. Он разделяет каждую из наших частиц на еще несколько частиц во время жизни основной частицы. То есть, получается, что каждая из двух с половиной тысяч наших частиц, которые рождаются в один фрейм, может рождать еще определенное количество частиц, которые мы ей зададим. И основное достоинство этого модификатора в том, что он использует отдельный ремиттер частиц, который мы сейчас тоже добавим в сцену. То есть, соответственно, этими частицами мы можем управлять совершенно отдельно. Итак, давайте добавим еще один ремиттер. Чтобы не запутаться, давайте его сразу переименуем. Так, назовем его Spawn Emiter. И перейдем в настройки нашего модификатора Spawn. Самая первая, самая важная настройка, которую мы должны сделать, это указать модификатору, какой эмиттер использовать. Берем наш Spawn Emiter и перетягиваем его вот в это поле, Spawn Emiter. Тогда у нас становятся активными остальные настройки. Что нас интересует далее? Настройка Spawn Particle Position. Здесь мы выставляем Source Particle, поскольку у нас есть всего два варианта. Source Particle и Determined by Emiter. Эта настройка отвечает за позицию заново рожденных частиц. И она может генерироваться либо по отношению из позиции основной частицы, либо из позиции, в которой находится наш эмиттер. Но поскольку наши частицы, позиции наших новых частиц должны совпадать с остальными, мы выставляем настройку Source Particle. Direction – это направление наших новых рожденных частиц. Мы можем выбрать вариант Random, и тогда наши частицы будут двигаться рандомно. Но это больше будет напоминать какое-то газовое облако, наверное, потому что двигаются они в сферическом направлении. И также можем поставить Relative to Source Particle. То есть они будут двигаться в том же направлении, в котором двигаются у нас основные частицы. Выставляем эту настройку. Есть здесь у нас еще такая настройка Spread распространения. Это насколько основные частицы будут отталкиваться, вернее, насколько дополнительные частицы будут отталкиваться от основных. Мы можем оставить, в принципе, эту настройку на нуле. Можем выставить здесь небольшое значение, где-то 5%. Давайте пока оставим так. В любом случае, мы всегда можем вернуться и эти значения подкорректировать. Есть еще также настройка Spawned Particle Speed. Она может быть как абсолютная, так и относиться к нашим оригинальным частицам. Выставляем Relative to Source Particle и тогда скорость наших дополнительных частиц будет совпадать с остальными. Следующая настройка Number to Spawn напрямую влияет на плотность потока дополнительных частиц и на загрузку сцены на загрузку собственной машины. Поскольку эта настройка отвечает за количество дополнительных частиц, которые будут выпускаться каждой основной частицей. То есть в данный момент у нас стоит значение 10. Это значит, что каждая основная частица будет делиться еще на 10 дополнительных. Ну, мне кажется, это просто перегрузит нашу сцену. Поэтому давайте мы поставим пока значение 5. Сократим это количество в два раза. Spawned Particle Life отвечает за жизнь частиц. То есть если мы в основном Эмиттере ограничили время жизни наших частиц каким-то количеством фреймов, то наши дополнительные частицы могут либо продолжать жить независимо от основных, либо если мы опять же выставим значение Related to Source Particle, они будут жить то же количество времени, как и основная частица. Поэтому давайте выставим это значение Related to Source Particle. И у нас остается еще один такой важный флажок, который называется Spawn Bands Only. Он отвечает за количество генерации дополнительных частиц основной частиц. То есть если мы выставим этот флажок, то дополнительные частицы будут создаваться из основной только один раз. То есть за все время анимации, за все время жизни частицы она будет разделяться на дополнительные только один раз. Но в таком случае мы получим не очень плотный и не очень красивый поток частиц. Давайте посмотрим. То есть мы видим, что он становится такой немножко слоеный и выглядит не очень реалистично и не очень плотно. Поэтому мы этот флажок в наших настройках уберем. И конечно это очень сильно повлияет на загрузку машины, поскольку каждая из основных частиц будет создавать дополнительные частицы, которые в свою очередь будут опять создавать дополнительные частицы. Те опять будут создавать дополнительные частицы. Но такая схема даст нам гораздо более реалистичную картинку. Давайте посмотрим, что из этого получается. Да, и вот мы видим уже гораздо более плотный и гораздо более красивый поток. Пожалуй, единственное, что нам еще осталось сделать в нашей физической системе, это перейти в наш спаун-эмиттер. Эмиттер наших дополнительных частиц и точно так же, как в основном эмиттере, убрать здесь начальную скорость частиц. То есть выставить ее в ноль, чтобы и наши основные, и дополнительные наши частицы двигались только под силой гравитации. Мы видим, как немножко изменилась наша анимация после этого. Ну и давайте дождемся теперь момента столкновения и посмотрим, что именно произойдет с нашими частицами. Итак, мы видим, как наши частицы начали уже отталкиваться от нашего плейна, от нашей поверхности, начали рассыпаться в стороны. И сейчас мы видим, что наш поток частиц стал гораздо более плотным. И вот здесь вот по краям у нас появились уже какие-то такие более мелкие частицы, отдаленно напоминающие вот эту вот самую какую-то пыль, мелкие песчинки, которые мы видим в реальном мире. То есть можно сказать, что физику мы практически настроили. И теперь нам осталось посмотреть, как нам можно визуализировать эти частицы, чтобы получить какую-то более-менее реалистичную картинку. Давайте попробуем разобраться. Если мы сейчас нажмем на клавишу Render, то естественно мы не увидим здесь ничего, поскольку сами по себе частицы не визуализируются, не просчитываются. Им нужно указать материал. Обычный материал из Cinema 4D использовать в частицах нельзя. У них есть специальный шейдер и мы сейчас можем его создать для этого в панели материалов. Нажимаем Create, заходим в пункт Shader и выбираем вот этот вот пункт XParticles Material. Вот у нас создан стандартный материал XParticles. Мы можем его сразу добавить к нашему основному эмиттеру. Материал частиц добавляется именно к эмиттеру. На дополнительный наш эмиттер мы пока никакой материал не накладываем. И давайте просто пока посмотрим, что у нас получается. Нажимаем на клавишу Render. Ну и видим, что пока это выглядит совершенно неправдоподобно. То есть это какие-то большие зеленые сферы, которые мало похожи на песок. Соответственно нам нужно наш материал подредактировать. Два раза щелкаем по нему в панели наших материалов. У нас открывается вот такое окно, которое называется Material Editor. Давайте, во-первых, сразу переименуем наш материал, чтобы потом не запутаться. Назовем его Send, песок. И сразу подкорректируем цвет. Сейчас у нас здесь стоит Particle Color, который задается у нас в настройках эмиттера. Но он нас не интересует. Здесь можно выбрать еще в раскрывающемся списке еще несколько значений. Это Single Color — единый цвет. Random Color — случайный цвет, выбранный программой. Random From Gradient — это случайный цвет, который регулируется у нас градиентом. Давайте выберем его, Random From Gradient, и настроим наш градиент. Зададим ему какой-то более песочный оттенок. Например, выберем вот градиент от такого цвета и, наверное, до какого-то, может, вот такого более темного. Если мы сейчас опять нажмем на Render, то увидим, что цвет у нас поменялся. Но теперь нам надо поменять размер частиц. За это у нас отвечают два взаимосвязанных параметра. Сначала мы зайдем в эмиттер. И если мы зайдем во вкладку Emission и немножко прокрутим настройки вниз, то здесь мы увидим такую настройку как Radius, которая и отвечает за радиус наших частиц. В данный момент Radius равен 5 см, мы можем его немножко уменьшить. Давайте поставим, например, 2 см. И если после этого мы опять два раза щелкнем по нашему материалу, перейдем в его настройки, то здесь мы увидим такой пункт Size. И здесь у нас в пункте Size тоже есть выпадающий список настроек. Но наиболее удобный вариант, мне кажется, это тот, который стоит по умолчанию, Particle Radius. Он позволяет нам считать размер частиц для рендера в процентах от того размера, который у нас был указан в настройках эмиттера. То есть если в настройках эмиттера мы указали 2 см, здесь мы можем выставить еще конкретный процент частиц, который будет считаться от этих 2 см процентов размера. То есть давайте попробуем поставить, например, 25% и посмотрим, как у нас изменятся наши частицы. Они сразу стали меньше. Давайте нажмем на Render. Ну и да, мы видим, что поток наших частиц стал гораздо более маленьким. Не забываем пока, что второй дополнительный поток мы не видим, поскольку на наш спалный эмиттер мы еще не накладывали никакой материал. Почему сюда нужны два разных материала, я сейчас по ходу действия объясню. Итак, давайте теперь займемся нашим спалным эмиттером. Возьмем наш материал Send и с клавишей Ctrl просто перетянем его в сторону. Зажимаем клавишу Ctrl, этим самым мы его копируем и получаем новый материал, который у нас называется Send1. Давайте откроем его тоже двойным кликом для редактирования и сразу переименуем его в Dust. Это будет наша пыль. Мы используем два разных материала для того, чтобы получить более разноплановые частицы, более разноплановые по размеру и по цвету. Давайте пока свернем это окошко настроек материала и перейдем к настройке нашего спалным эмиттера. Здесь точно также во вкладочке Emission у нас есть настройка Radius. И давайте Radius наших частиц тоже поставим 2 см, как и в основном эмиттере. Теперь перейдем к настройкам нашего материала Dust. И здесь Scale еще немножко уменьшим, где-то до 20%. Точно также мы можем немножко подкорректировать цвет, чтобы наши более мелкие частицы отличались немножко по цвету от остальных. Давайте сделаем их чуть-чуть, совсем чуть-чуть светлее. Подкорректируем уровни нашего градиента. И еще раз нажмем на просчет. Прошу прощения, сначала этот материал мы Dust добавим к спалным эмиттер. И теперь нажмем на просчет. Ну, вот что мы пока видим. То, что мы получили, да, это уже более-менее похоже на какой-то правдоподобный песок. Ну, а теперь давайте посмотрим, как мы можем настроить освещение и рендер. Что нам потребуется еще поменять в настройках материалов наших частиц, чтобы получить более-менее реалистичную картинку. Итак, давайте начнем с настроек рендера освещения и окружения. И посмотрим, что мы здесь можем сделать, что мы можем улучшить. Ну, давайте начнем, наверное, немножко с нашей камеры. Мы ее подвинем чуть ближе к нашим частицам, немножко выровняем. И давайте пока, чтобы ее случайно не сдвинуть. Во-первых, мы создадим в нашей сцене эту камеру. Включим ее вот этим вот значком. И щелкнуть правой кнопкой, зайдя в Cinema 4D Text. Щелкнуть правой кнопкой по камере мы добавим сюда Tag Protection. То есть защитим нашу камеру от перемещения. Теперь ее не двигать, не поворачивать нельзя. После чего давайте мы подумаем, как лучше осветить нашу сцену. Мне кажется, что проще всего и лучше всего в данный момент нам, наверное, создать какую-то HDRI-карту, которая будет имитировать реальный свет. Это будет быстрее всего, поэтому давайте двойным щелчком в области материалов создадим новый материал. Сразу назовем его Sky, переименуем. Это будет наше такое небо. Выключим здесь все каналы и включим только Luminance свечение. И в этот канал Luminance мы сейчас загрузим нашу HDRI-карту. В области Texture кликаем по стрелочке, выбираем Load Image. И вот здесь у меня уже есть какой-то набор HDRI-карт. Я думаю, их не проблема найти вполне легально через Google в интернете. Но если вдруг вы не смогли их найти, смотрите под этим видео. В описании будет ссылочка на хороший пак HDRI-карт, который тоже можно использовать вполне легально в своих проектах, поскольку они не коммерческие. Итак, выбираем какую-то HDRI-карту. Нажимаем открыть. Cinema спрашивает, скопировать ли эту карту в папку с проектом. Мне это не надо, поэтому я отвечаю нет. И вот наша карта подгрузилась в материал. Редактор материалов мы после этого можем закрывать. И в сцене нам необходимо создать объект Sky. Заходим в группу Environments и создаем здесь. Выбираем объект Sky. После чего на этот объект мы перетягиваем наш материал Sky. Итак, мы создали уже какой-то материал, который будет освещать нашу сцену. Какое-то окружение. Но выглядеть это будет некрасиво, поскольку за нашим песком будет какая-то абсолютно размытая абстракция. Поэтому давайте мы сейчас создадим отдельный бэкграунд. А от нашего неба мы возьмем только свечение и преломление лучей. Для этого нам нужно щелкнуть еще раз правой кнопкой по нашему Sky в менеджере объектов. И зайдя в Cinema 4D Text, мы можем здесь найти тег Compositing. Давайте добавим его тоже к нашему небу. И в настройках тега Compositing по вкладке Tag у нас есть такой флажок Seen by Camera. То есть он указывает на то, что наш объект Sky видим нашей камерой. Этот флажок нужно снять, а флажки Seen by Race и Seen by GI оставить. То есть наша карта будет видна глобальному освещению и лучам фотона для корректного преломления света. Теперь нам остается создать только бэкграунд. Давайте тоже создадим для него еще один материал. Опять два раза кликнем в области материалов. Создадим новый. Сразу назовем его Background. И я думаю, он у нас будет каким-то более-менее серо-черным градиентом. Для этого опять же выключаем все каналы, кроме канала Color. И здесь, щелкнув области Texture по стрелке, находим пункт меню Градиент. Заходим в него, щелкаем по нашему градиенту. Сейчас мы его немножко настроим. Во-первых, тип градиента. Выберем 2D Circular. И немножко поменяем цвета. Здесь мы поставим чуть более светлый цвет. А здесь вместо белого, наоборот, поставим черный. Мы получим вот такой вот градиент, который можем использовать на нашем бэкграунде. Закрываем наш редактор материалов. Опять из группы Environment. Заходим сюда, выбираем Background. Он добавляется у нас в сцену. И перетягиваем на него наш материал. Все, что нам теперь остается, это корректно настроить наш рендер. Давайте щелкнем по этой кнопочке Edit Render Settings. И мы попадем в окошко настроек рендера. Во-первых, в списке Renderer мы сразу переключимся из стандартного рендера в физический, Physical. Выберем его здесь. Почему и для чего? Во-первых, физический рендер более корректно, вообще не более корректно, а именно физически корректно просчитывает свет. Поскольку стандартный рендер делает какую-то имитацию глобального освещения, то есть, грубо говоря, это фейк, физический рендер работает вполне корректно. Это первое. Второе. Физический рендер, по моим личным ощущениям, наверное, раз в 5, а то и в 10 быстрее работает с просчетом частиц. Стандартный рендер делает это очень-очень-очень медленно. Поэтому включаем физический рендер. И что нам еще необходимо для работы с нашей HDR-картой, это обязательно включить Global Illumination. Щелкаем по кнопочке Effect, выбираем Global Illumination и у нас сразу открываются вот такие настройки. Я работаю в 14-й версии Cinema, поэтому настройки у меня здесь немножко более простые, немножко такие более устаревшие. Если вы работаете особенно в 16-й, 17-й версии, вы будете видеть другие настройки, но общий принцип остается тот же. Давайте сейчас все настройки уменьшим до самых низких значений, чтобы нам не приходилось подолгу ждать просчета. Переходим во вкладочку Sampling и в Samples выбираем Low, в Eridians Cache Record Density выбираем Preview и Smoothing выбираем Сглаживание, ставим Minimal. После чего в Details, Glass Mirror Optimization выбираем 50%. Хотя в этой сцене у нас нет ни зеркал, ни стекол, но тем не менее снизим это значение. В принципе, здесь мы сделали все. Единственное, еще можно подкорректировать разрешение. Для нашего вывода я обычно ставлю половину от HD, мне как-то так привычнее работать, это 720 на 405 пикселей. Все, можем закрывать настройки нашего рендера и можем посмотреть, что у нас получилось, нажав на клавишу Render. Я думаю, что сейчас мы увидим не вполне корректный результат и нам нужно будет настроить еще одну опцию, которая касается именно настройки материалов наших частиц. Ну вот картинка, которую мы получили в результате. Сразу хочу уточнить, что первоначальный рендер мне все-таки пришлось оптимизировать, иначе бы я рисковал его так и не дождаться. Я зашел в настройки эмиттера и в пункте Birth Rate с 2500 уменьшил все-таки поток частиц до 1000, потому что первоначальный поток получился такой плотный, что он просто не хотел рассчитываться. Поэтому, если у вас машина не слишком быстрая или вы чувствуете, что рендер затягивается, просто уменьшится и немного количество частиц. Опытным путем вы можете получить более-менее реалистичный результат при каких-то более скромных настройках. Итак, мы видим, что мы получили абсолютно черные частицы. Почему это происходит? Потому что они у нас полностью поглощают свет. Нам нужно еще раз перейти в настройку нашего материала. Щелкнуть два раза по нашему материалу Send. И мы видим здесь такую вкладочку Illumination. Переходим сюда. Здесь у нас есть пункт Mode. Это режим свечения наших частиц. И Self Illumination, выраженный в процентах. То есть процент самосвечения. Давайте мы переключим наш Mode в режим Diffuse. И немножко поднимем Self Illumination. Ну, попробуем где-то до 25%. И давайте то же самое сделаем в нашем материале Dust. Просто щелкнем по нему, у нас окно Material Editor сразу переключится. И тоже во вкладке Illumination в пункте Mode выбираем Diffuse. И здесь тоже выставляем 25%. Давайте еще раз нажмем на рендер и посмотрим, что теперь у нас получилось. Ну, мне кажется, теперь это выглядит как-то гораздо более симпатично. И рендер наш мы настроили так, что он двигается более-менее шустро. То есть если нам потребуется просчитать какую-то анимацию, это не займет у нас относительно много времени. Ну что, вот такую вот картинку мы получили в результате нашего рендеринга. Можем еще раз посмотреть, как выглядит анимация наших частиц во Viewport. И сейчас давайте поговорим немножко о том, куда такую анимацию, такую физику можно применить. Давайте я сейчас быстро покажу это на нескольких конкретных примерах. Итак, давайте закроем нашу старую сцену. У нас автоматически создастся новая. И мы посмотрим, как можно создать, в принципе, такую простую сцену с помощью наших частиц, как песочные часы. Ну, смоделировать их достаточно просто. Давайте зайдем в круг сплайнов, создадим сплайн круг, выберем расположение X, Z и уменьшим радиус нашего круга до 20 см. Мы сделаем наши часы не очень большими, приблизим немножко камеру, чтобы нам не пришлось потом просчитывать просто огромное количество частиц для их наполнения. Теперь с клавишей, с зажатой клавишей Ctrl, мы копируем наш круг, делаем его немножко поменьше, например, 18 см. Еще раз его копируем и делаем его еще меньше. Сделаем его, например, 4 см, то есть горловидный часов у нас будет такая узкая. Теперь выделяем все эти три круга вместе, с первого по последний и еще раз копируем. После чего получившуюся группу просто переворачиваем, начинаем переворачивать, зажимаем клавишу Shift и поворачиваем ровно на 180 градусов. Теперь что нам остается сделать, это добавить все наши получившиеся сплайны в Loft Merbs. Добавляем, но видим, что добавились они немножко некорректно. Почему? Потому что вот эти три круга у нас перевернуты на 180 градусов. Выделяем их по одному, именно по одному, иначе опять перевернется вся группа и переворачиваем их обратно. Все, мы получили с вами вполне корректную фигуру. Переходим в настройки Loft Merbs, переходим во вкладочку Caps и вот здесь вот в разделах Start и End мы наши верхние крышки Cap можем убрать. Что нам еще необходимо для наших часов, это материал. Давайте создадим простейший материал стекла, два раза щелкаем в панели материалов, выключаем все каналы и включаем канал Transparency, прозрачность. После чего в пункте Reflection вводим Colter. Это значение преломления для стекла, мы сразу видим как меняется наша превьюшка и этот материал, давайте сразу назовем его Glass, мы можем накинуть на наш Loft Merbs. Loft Merbs тоже переименуем, это будет Clock. Единственное, для корректного преломления лучей в нашем стекле нам нужно, чтобы наше стекло имело толщину, поэтому заходим во вкладочку Simulate Cloft и выбираем Cloft Merbs. Назовем это тоже Clock и наш Loft Merbs перетягиваем сюда, после чего переходим в настройки нашего Cloft Merbs. Subdivisions нам не нужно, мы можем убрать подразделение на 0, а Thickness ставим 1 см. Все в принципе практически готово, что нам еще осталось это сделать у наших часов дно. Сделаем мы это элементарно, выбираем в примитивах диск и его внешний радиус тоже ставим равным 20 см. Ну и при желании мы тоже можем сделать его с помощью Cloft Merbs немножко потолще. Закидываем в Cloft Merbs наш диск, Subdivisions убираем, Thickness тоже ставим 1 см и переименуем. Это будет дно, это будет низ наших часов, назовем его Bottom. Ну и поскольку наши частицы будут сталкиваться с этим низом и будут на него падать, мы можем сразу щелкнуть по нашему диску, щелкнуть правой кнопкой мыши и в X-Particles Text выбрать Collider. Это будет наша система столкновения для нашего дна. Ну и теперь собственно нам осталось добавить систему частиц. Переходим в X-Particles, выбираем эмиттер, создаем основной эмиттер, переходим в его настройках во вкладочку Object и вместо Rectangle выбираем Circle. Он у нас будет круглый. Выбираем опять Y- и радиус нашего диска ставим равным даже не 20, и поскольку он должен быть меньше наших часов, давайте зададим ему значение 18,5. После чего перетягиваем его вот где-то вот сюда вверх. Наш эмиттер работает, наши частицы возвращаются. Но, 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 опять же, что нам нужно сделать? Добавить гравитацию, как это мы делали в начале урока. Заходим в X-Particles, Modifiers, выбираем Gravity. Здесь ничего не меняем. Заходим в настройки эмиттера, выбираем Emission и начальную скорость наших частиц. Ставим равный нулю. Ну, поскольку здесь у нас в настройках эмиттера размер частиц стоит равным 5%, а настройки горловины наших часов равны 4%, то, естественно, наши частицы не будут сюда помещаться. Поэтому давайте радиус наших частиц мы выставим равным 2 см. И, что самое главное, на наши часы, на вот это вот стекло, нам также необходимо поставить Collision Tag. Поэтому выбираем наш объект LoftNurbs, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и в X-Particles Tags выбираем Collider. Сразу, что нам здесь необходимо настроить для корректной анимации, это рядом с флажком Enable, у нас есть пункт Normals, от которых будут отталкиваться наши частицы. Вместо Outside внешних нормалей мы выбираем Inside, поскольку частицы у нас будут двигаться внутри нашего объекта. Ну и давайте проверим, насколько будет корректно работать наша анимация. Как мы видим, частицы работают, все прекрасно, они находятся внутри наших часов, никуда не рассыпаются. Ну и последнее, что нам осталось добавить, это наш песок. Давайте мы это сделаем точно так же, как мы это делали в начале урока. Зайдем еще раз в X-Particles Modifiers, выберем модификатор Spawn. Добавим для него еще один эмиттер. Сразу переименуем его, назовем его SpawnPrimiter. И добавим этот эмиттер в наш модификатор Spawn. Итак, вот он добавился. Теперь давайте все наши частицы привяжем к параметрам нашего основного эмиттера. SpawnedParticlePosition выставляем равным SourceParticle. Direction выставляем RelativeToSourceParticle. Spread не меняем, выставляем так, как есть. SpawnedParticleSpeed выставляем тоже RelativeToSourceParticle. NumberToSpawn давайте немножко уменьшим, пока поставим 5. Посмотрим, как это отразится на нашей производительности. SpawnedOnceOnly пока трогать не будем. Ну и, в принципе, SpawnedParticleLive тоже поставим RelativeToSourceParticle. В принципе, здесь все настройки завершены. Давайте еще раз перейдем в SpawnEmitter в настройки нашего эмиттера. Вот здесь вот начальную скорость частиц мы все-таки оставим, поскольку тогда наш песок будет смотреться более равномерно и не будет таким слоистым, как мы видели это в начале урока в примере. И радиус наших частиц мы тоже уменьшим в нашем дополнительном эмиттере. И выставим его на 2 см. Ну что, посмотрим, что у нас получается. Итак, мы видим, как наши частицы пошли вниз. Давайте немножко повернем нашу камеру. Все отлично, наша симуляция работает. И теперь нам осталось создать для наших частиц материалы, точно так же, как мы их создавали в первой части этого урока. Давайте зайдем в Create, Shader, создадим X-Particle Material. Но только здесь мы уже выберем не градиент. Давайте тоже назовем как материал Scent песок. И здесь в разделе Color мы уже выберем не градиент, а выберем Single Color. Ну и зададим какой-то цвет, который более-менее похож, наверное, на цвет песка. Пускай он будет вот такой. Больше здесь в разделе Color мы ничего не меняем. Давайте Size поставим 25 см от нашего общего размера. И зайдем в Illumination, сразу переключим режим Lighting в Diffuse и тоже выставим его где-то на 25%. Все отлично. Этот материал мы можем назначать нашему основному эмиттеру. И этот же материал мы можем протублировать и назвать его Dust. Это будут наши более мелкие частицы, более мелкая пыль. Давайте зададим ей чуть-чуть более светлый оттенок. Чуть-чуть более маленький размер зададим 20%. И в Illumination мы ничего не меняем, так как у нас уже стоит нужный нам настроенный Diffuse. Теперь давайте этот материал мы перетянем на наш Spawn Emitter. Ну и чтобы быстро создать окружение, мы могли бы воспользоваться, конечно, HDRI картой, но тогда блики от этой карты будут очень некрасиво смотреться на нашем стекле. Поэтому давайте зайдем в группу Environments и просто создадим Physical Skype. Все, что нам осталось, это опять настроить рендер. Давайте перейдем к настройке. Кликнем по этой кнопочке Edit Render Settings, выберем Physical. Рендерер, опять поменяем разрешение. Ну, я просто привык, мне так удобно с ним работать. Вы можете выставлять то разрешение, которое вам нужно. Я ставлю половину от HD 720 на 405. И обязательно опять добавим сюда Global Illumination и точно так же выставим здесь все настройки на самые минимальные. Вот здесь нам уже понадобится настройка Glass Mirror Optimization, поскольку наша стена состоит из стекла. Ну, вот, в принципе, наверное, все, что нам пока нужно было сделать. Больше нам ничего менять не надо. Давайте немножко подвинем камеру. И на наше дно, на наш Bottom, мы можем точно так же назначить стекло. Применяем его к нашему диску. И давайте попробуем посчитать сцену, посмотрим, что у нас получается. Итак, вот мы видим, что у нас, собственно, получились практически готовые песочные часы. Все, что нам осталось, это добавить эту нижнюю крышку, скопировать ее просто наверх. Я думаю, в этом нет никаких проблем. Ну, и опять же, опытным путем можно подобрать тот размер и то количество частиц, которые позволят вам получить аккуратный и визуально правдоподобный рендер и в то же время не будет сильно нагружать вашу машину. Опять же, для каждого компьютера, для каждой симуляции эти значения будут свои, поэтому здесь я их сейчас подбирать не буду. И давайте мы с вами перейдем ко второму примеру, посмотрим, что еще можно сделать вот с этой симуляцией. Итак, и вторая часть нашего урока, вернее, второй наш пример будет посвящен ему еще одному способу применения наших частиц. Это разрушение объекта, визуальное разрушение объекта с помощью XParticles. Таких уроков достаточно, в принципе, в интернете для третьей части XParticles, но поскольку я пользуюсь версией 2.5, и таких уроков для версии 2.5 почему-то нет, я ни разу не видел. А возможность сделать, в принципе, то же самое здесь и есть, и сейчас я покажу, как. Итак, давайте создадим в сцене какой-то объект, пускай это будет у нас простой куб, потому что, в принципе, на его месте можно создать абсолютно любой объект. Поэтому для скорости ради мы сейчас будем смотреть, как это действует на обычном кубе. Давайте включим показ сетки, выставляем все сегменты по 20 и задаем в качестве текстуры для нашего куба анимированный шейдер. Создаем новый материал. В панели материалов Color можем выставить какой-либо, в принципе, любого цвета. Давайте выставим его вот такой вот желто-оранжевый и включаем канал Alpha, который нам и нужно будет анимировать. В Alpha мы включаем градиент, переходим в настройки нашего градиента, меняем его на вертикальный и сейчас мы будем задавать для нашего градиента анимацию. Итак, сейчас наш таймлайн находится на ноле и давайте мы здесь в первом кадре немножко сместим сюда наш градиент и с клавишей Ctrl щелкнем по градиенту. Это будет наш первый кадр, после чего мы переместимся, например, на 60 кадр и перетянем оба наших градиента и белый и черный в абсолютно другую сторону и тоже зададим ключ. Давайте сейчас переместим наш ползунок, посмотрим, что из этого получается и 60 кадр. Наш материал становится прозрачным, поскольку Alpha позволяет управлять прозрачностью материала. Ну, что мы еще можем здесь добавить? Это значение Turbulence, сделать его немножко повыше и поставить значение Absolute. После этого мы видим, как наш материал анимируется, меняется, можем закрыть наш Material Editor и применить наш материал к нашему кубику. Если мы сейчас нажмем на Play, то увидим, как наш кубик потихоньку начинает исчезать. Все, что теперь нам осталось сделать, это создать в нашей сцене систему частиц. Давайте опять зайдем в Xparticles, выберем emitter и немножко его настроим. В качестве нашего emitter у нас будет на этот раз не круг или квадрат, то есть не сплайн, а будет объект. И этим объектом у нас будет куб. Мы перетягиваем его в соответствующее поле of object и в поле emit from, откуда испускать частицы, выбираем не Polygon Center, а Polygon Area. И тогда у нас становится доступным использование тега текстуры. То есть мы можем испускать частицы не только из каких-то конкретных полигонов объекта, а воспользовавшись текстурой объекта как маской. Мы перетягиваем в это поле наш texture tag и выбираем канал, по которому мы будем выпускать наши частицы. Это канал alpha, который мы заранее подготовили. Ну и color channel мы можем оставить либо так, либо выбрать для него значение known. Давайте посмотрим, что у нас сейчас получается. Но пока мы никаких особенных результатов не видим, потому что мы не настроили наш emitter. Во-первых, мы не добавили в нашу сцену гравитацию. Переходим в Xparticles Modifiers. Создаем здесь Gravity. Опять переходим в настройки нашего emitter. И в вкладке Emission мы выбираем значение Speed. Все остальное пока оставляем так, как есть. Кроме флажка Emit All Frames. Поскольку все фреймы нам не нужны, наша анимация заканчивается в шестидесятом фрейме, то и здесь мы тоже можем указать ему, что необходимо рождать наши частицы с нулевого по шестидесятый фрейм. И мы можем немножко сократить время частиц, чтобы оно у нас не длилось всю анимацию и выставить его, допустим, где-то 15 фреймов. Давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, пока у нас очень маленькое количество частиц. Давайте, где-то увеличим его хотя бы до полутора тысяч. И теперь нам, собственно, необходимо добавить в сцену наш второй emitter и модификатор Spawn. Давайте зайдем еще раз в XParticles Modifiers и найдем наш модификатор Spawn. Добавим его в сцену, добавим для него второй emitter. Назовем его Spawn emitter. Сразу добавим его в наш модификатор Spawn. И после чего сделаем привязку к нашим частицам, то есть поставим все параметры Relative to Source Particle. Спред сразу можем повысить где-то до 10% это распространение наших дополнительных частиц. Все остальное ставим Relative to Source Particle. Флажок Spawn once only мы не выставляем. И здесь нам, в принципе, больше ничего не нужно, разве что Number to Spawn. Мы можем, опять же, немножко уменьшить, раза в 2, поставить вместо 10 5. Давайте посмотрим, что у нас сейчас получается. Ну, наверное, это почти то, что нам требовалось видеть, за исключением еще некоторых настроек. Нам нужно немножко настроить наш Spawn emitter. Давайте перейдем в Speed. Поставим 0 и жизнь наших частиц мы тоже сократим где-то до 15 кадров. После чего мы еще можем зайти в Gravity и Variation выставить где-то на 30-35-40. Давайте посмотрим, что теперь у нас получается. И так мы видим, как наш объект разрушается и превращается в песок, в что-то такое песчаноподобное. Мы можем отрегулировать, опять же, всю эту анимацию настройками наших частиц. То есть, например, еще немножко уменьшить время их жизни. Сделать, допустим, это не 15 кадров, а 10. Тогда наша анимация будет проходить немножко быстрее. Ну, вот как вы видите, наш песок стал исчезать гораздо быстрее. Мы можем настроить материалы, настроить материалы для наших частиц, настроить свет. Но, как это все делается, я уже показывал в первой части урока, показывал это во втором примере, поэтому повторяться не буду. Мне было важно показать вам общий принцип работы с частицами, как настроить эту работу для имитации физики песка, каких-то сыпучих тел. Ну, и я надеюсь, что этот урок был вам полезен и, по крайней мере, в чем-то вам помог. Следующий наш урок будет посвящен UV-развертке в Cinema 4D. И я думаю, что он выйдет уже скоро, поэтому оставайтесь, не переключайтесь. Ну, и всего доброго, до новых встреч в следующих уроках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok